Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлую нашу передачу мы уже анонсировали, что нынешняя, сегодняшняя передача, последняя перед летними каникулами. И мы говорили о том, что, ну, зададим такой определенный список необходимого к чтению, к осмыслению, к просмотру. И начали разговор, собственно говоря, о недавно вышедшем фильме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Говорили мы, и сегодня продолжаем разговор этот с нашим гостем, с Валерием Вениаминовичем Бондаренко, киноведом-ведущим, специалистом в области кино нашего города. Здравствуйте, Валерий Вениаминович. Здравствуйте. Очень важные вещи были сказаны. Слава богу, нам удается пока пройти так посерединке и то, что называется сейчас модным словом «спойлер». Мы этого не делаем для того, чтобы сохранить интригу и интерес к фильму, чтобы было желание прийти лично и посмотреть. И все же многие, может быть, уже посмотрели, а может быть, им это еще предстоит посмотреть. И, ну, определенное пространство, некое предметное поле, наверное, вот от нас сегодня и требуется сформировать, чтобы этот фильм был посмотрен, ну, чуть-чуть глубже, чем просто поверхностный какой-то слой драмы мужчины, женщины, семьи на фоне не совсем приглядного пейзажа. Мой вопрос следующий, он как бы мостиком перебрасывается из предыдущей нашей встречи. В прошлый раз вы сказали, что Звягинцев прицельно бьет. Прицельно бьет. Прицельно. Вот важно понять, куда. Потому что, к сожалению, ну, мы с вами прочитали в том числе некоторые отзывы, многие посчитали, что Звягинцев не любит Россию, не любит свой народ, не любит людей, с которыми он живет, творит, но при этом он остается здесь, при этом он продолжает снимать кино именно здесь, и как российский именно режиссер, значит, ну, этот камень, наверное, все-таки должен пролететь мимо. Или же все-таки он бьет в народ, ему не нравится российская действительность и страна, куда бьет Андрей Звягинцев? Я вот этого, не скажу за всю Одессу, конечно, вот, потому что, ну, все видят по-разному. Я вот этого не чувствую в нем. Не знаю почему. Я часто слышу, что он высокомерен в своих картинах. Ну, вот я в нелюбви и какого-то высокомерия не разглядел. А какой-то некоторой ожесточенности, да, наверное, и есть. Про любовь, нелюбовь к народу, мне это крайне странно все. Вот, просто крайне странно. Потому что... Ну, вот опять, мы все привыкли в одну краску. Вот, все привыкли в одну краску. Нет великого русского классика и великого русского писателя, из которого нельзя было бы сделать дайджест, который свидетельствовал бы о том, что этот писатель ненавидит русский народ. С Пушкиным, с Лермонтовым, с Толстым, с Достоевским. Но мы разрушим произведение. Мы разрушим произведение. Я вижу в этом очень традиционное такое беспокойство. Да, потому что... Ну, конечно, беспокойство. И в этом смысле фильм называется не любовь. Ну, понятно, потому что русская культура, она всегда этой любви искала. Ее пыталась пестовать. Из-за любви этой выводила все остальное. Поэтому каждый раз, когда в ту или иную эпоху для того или иного художника или философа возникало ощущение, что, ну, очень условно говоря, силы нелюбви начинают доминировать, да, и заполнять все пространство, возникало колоссальное беспокойство, невероятное беспокойство. Ведь там и бесы Достоевского, ну, они в том числе ведь и об этом. Это тоже вот... Колоссальное беспокойство по поводу того, во что превращается русское пространство. В том числе пространство русской души, да, вот. И русское... Колоссальное, огромное беспокойство. Невероятно. Я не равняю, конечно, там, Достоевского и Звягинцева. Посмотрим, да, что там, как дальше Звягинцев будет. Он молодой еще человек. Но что любопытно очень в этой картине, и действительно дискуссионно во всех смыслах этого слова, потому что я не вспомнил за последнее какое-то количество лет произведение, которое бы столь последовательно, шаг за шагом, вплоть до финальной сцены, до действительно в некотором смысле лобовой метафоры, вот. Но я ее принимаю, а кто-то не принимает. Ну, как бы сказать, исследует, упрекает, показывает. Какой глагол здесь точнее? Мне кажется, развенчивает. Да, в том, что одна из самых сокровенных вещей русской культуры связана с пространством женственности, женского, вечной женственности и так далее. Потому что вечную женственность в Серебряном веке ведь понимали очень широко. был такой философ Алексей Федорович Лосев, который написал в свое время там двухтомное исследование о Владимире Соловьеве, которое чудом было издано в 83-м году при советской власти, где о Соловьеве вообще было лучше не упоминать. Он пишет, что что такое вечная женственность? Это одновременно и лазурь, и лицо любимой женщины. То есть вечная женственность, она является некой силой мира. Она не сосредоточена только в женщинах. Она сосредоточена в пространстве. И мы, откликаясь на это пространство, либо это чувствуем, либо не чувствуем. И я просто напомню, что... Ну, давайте 18 век оставим, там, да, 19 век от Пушкинской Татьяны через, вот, Тургеневских женщин. Мы всегда это пестовали. Мы считали, что у нас какие-то необыкновенные женщины. У нас огромное количество мифологий. Прекрасная дама была. Да, прекрасная дама была. А уж вот миф о том, как русские женщины подняли западный авангард. Вот. Их там было много, действительно, они сыграли огромную роль. Но дело не в том, что это факты, а дело в том, что мы это пестуем. И даже все эти байки, разошедшиеся в народе, и повторяем где-нибудь на пляже, и под пиво, да, о том, что в Самаре самые красивые девушки, да, а в Саратове, говорят, в Саратове, вот. Ну, сойдемся на Поволжье. Сойдем. Все это, сюдом, это для нас нечто очень драгоценное. И галерея женских образов, да, материнских образов, и постоянное размышление о том, что Россия – это страна женская, в ней не хватает мужского начала, страдания Бердяева, который считал, что не хватает рыцарского начала, потому что не была пройдена рыцарская эпоха, поэтому нет, не то, что нет мужчин, а нет рыцарей, да, ну, в самом глубоком смысле этого слова. Поэтому всем правит Бааа женская и женственность, в этом есть определенный перекос, вот так все сложилось, вот, и там, и называл он Розанова метафизической бабой, вот, и тот, и Розанов, и Бердяев все время рассуждали о бабьем в начале в русском характере. Очень много, очень, то есть это огромная-огромная-огромная тема, но, несмотря на целый ряд каких-то негативных коннотаций, мы всегда настаивали на том, что Россия – это женщина. Гурусь моя, жена моя у блока. И Серебряный век ставил так этот вопрос о развитии некой сверхчувствительности. Сверхчувствительности для того, чтобы чувствовать Россию не как страну, и не как место, куда свалены города, заводы, огороды, стадо овец и все, что угодно. А как женщину, как живое существо, надо на него настроиться, понять его потребности. У нее есть свои потребности. Мы относимся к ней, опять же, как к объекту, к некоему, к реке, которую можно куда-то там перегородить, повернуть, к земле, которую можно раскопать, и так далее. И она будет нам мстить, потому что мы ее не слышим. И вот это требование этой сверх какой-то чувственной интуиции, некого сверхличного начала направленности и, конечно, работы Владимира Славьева, смысл любви, и размышления об Эроссе, того же Бердяева, и того же Розанова. Это постоянная тема вообще 19-го столетия в разных... Что у Звягинцева? Звягинцев последовательно, значит, нам показывает галерею главных героинь, второстепенных, третьестепенных и эпизодических, где и вечная женственность, да и просто женская сокращены, а девальвированы, практически убиты. И в финале, где возникает вот эта главная героиня с этой, значит, майкой, сделанной за границей, там какой-то бренд у него на плече, на который написано «Россия», и который не может идти, вот он куда целит. Он говорит о том, что все беды России, как я и перевожу, да, ну, просто очень, очень просто, в том, что здесь совершенно подавлено, разрушено, нивелировано женское начало, начало женственности, вечной женственности, материнства, и, соответственно, да, соответственно, это же синоним души, поэтому отсутствие души вот в русском пространстве, он, как это, в общем, усвоится многим художникам, отсутствие женского есть отсутствие душевного. Ну, вот. Ну, опять у нас отсылка к Секацкому с его хоматоном, вот, который, в принципе, размышляет именно об этом типе такого хомо-некст, некого нового вида человека, у которого, в том числе, отсутствует сердечник, сердцевина некая. И что очень мне горько, как-то тоже, и больно, это, это, знаете, вот мы о женском тоже разучились как-то не то, что мыслить, понимать его иначе, нежели в каких-то социально- социально-государственных, что ли, вот, понятиях. И одна из любимых фраз, вот, потрясающих совершенно, вообще, в истории, там, философии, это фраз Бердяева, что у Бога всемогущество меньше, чем у полицмейстера. Потрясающая совершенно фраза, потрясающая, гениальная, гениальная. Нам несколько передач нужно, чтобы вот эту фразу, как бы, вот ее, да, раскрыть ее объем. Я только об одном скажу. Грубо говоря, вульгарно, против чего Бердяев? Против того, чтобы на отношения с Богом переносились отношения человека с властью. То есть, по Бердяеву мы считаем, что Бог всемогущен примерно так же, как полицмейстер. Гранначальник, вот, начальник ЖЭКа и так далее. И тем самым, вообще, уничтожаем все. Уничтожаем все пространство. Что, вообще-то, это какие-то особенные отношения, и они происходят, вот, подчеркну, в особом пространстве и в особом состоянии. Там вертикаль власти не работает. Да? Это не отношение человека и государства, да? И не отношение людей в социуме, и не отношение твое к начальству. Вот. Это совсем про другое, совсем про другое. И ценность, там, серебряного века в том, что они пытались этот язык, да, создать, нащупать. Ну, нельзя дать инструкции, тут нет инструкции, да, но можно, можно создать некую символическую, метафорическую зону, из которой вообще можно было бы к этому прикоснуться. Что у Звягинцева? У Звягинцева все это даже не подразумевается. Вот. Полицмейстер, условно говоря, победил. Вот. Люди друг к другу так и относятся. А социальное, вот, в самом грубом, в самом грубом, примитивном, значение этого слова как бы совершенно восторжествовало. Отношения с сыном выстраиваются как отношения, я даже не знаю, с кем. Вот. Может быть, заключенным, даже не подчиненным. Вот. Заключенным. Вот это ужас. Вот это ужас. А этот ужас из чего возникает, как я понимаю, из Звягинцев? Из того, что как раз, да, вот это вечно любящее, несмотря ни на что, игнорирующее вообще все. Как вот мать любит сына, даже когда, ну, пьет, бьет. Социально доказано, социум доказал, что он подлец. Угу. Да? А для нее он сын. А она его любит. Понимаете? И женская любовь такая бывает. И вот, мы даже себе помыслить не могли, да, что раз, и кто-то нам снимет фильм, а где скажут, а, ребята, а вот этого нет уже, все. Угу. И вот это вызывает оторопь. Да, лобовая метафора, я согласен, когда она там на этом тренажеру идет и не может идти. Но все это складывается из всей, всей, всей вот этой, да, группового портрета с дамой. Был такой роман Генриха Бюлля. Вот групповой портрет с дамой и с дамами, да, он весь туда, в эту сторону. В этом смысле, картина в чем-то прямолинейная, но, может быть, это такая необходимая прямолинейность, потому что вообще нас должно бы взять какая-то оторопь, потому что вот я, как зритель, да, по отношению ко мне это сработало. Ну, может быть, потому что я как-то сам все время про это думаю, вот, я это вижу, я не могу понять, как это у нас так все получается, потому что я ухожу на улицу и действительно столько красивых, прекрасных, легких, грациозных женщин, ну, и так много у нас нелюбви-то и правда. Что такое, да, что, что с мужчинами, да, вопрос о женщинах, это, вот, нас тут же переадресуют к вопросу о мужчинах, о мужском, о том, короче говоря, есть ощущение, что мы утратили мелочь какую-то на своем стремлении, на пути, вот мы, стремление к счастью, к успеху и так далее. Я совершенно никого в этом не обвиняю, но естественно, человеку, в общем, нам тоже хочется, чтобы наша передача хорошая получилась, а не, да, ну, можно сказать, успешной, вот, грубо, конечно, но, тем не менее. мы утратили только самую малость, чуть-чуть, жизнь, а все остальное мы приобрели, тренажеры, спортивные залы, батутные центры, торговые центры, вот, мультиплексы, мы все приобрели, много игрушек, мы их купили, все строят дома, но ощущение, что нет жизни, вот сама жизнь куда-то исчезла, сам воздух жизни, то, ради чего это всегда стоило, да, то, ради чего стоило, там, засмотреться, там, я не знаю, на цветущий куст сирени, вот, без этого же нет вообще ничего, без этого же нет даже страдания, потому что, собственно говоря, человек, покидая этот мир, он в том числе, ему жалко оставлять вот это, вот этот куст сирени, вот, грибального савана, нет карманов, да, условно, условно говоря, ну, а жить-то без этого вообще как? угу, вот, мне кажется, вот здесь он, он здесь собирает наше внимание, Звягинцев, и это радикальный подход, но я не могу вспомнить вот другой такой картинок, который вот, прям тут совсем про это, совсем в эту точку. Ну, в этом смысле, вот мы тоже с вами беседовали до передачи, что гениальность Звягинцева, конкретно этого произведения, заключается в том, что если убрать, ну, некую такую, что называется, знаково-атрибутивную, там, некую систему, да, то есть, атрибуты, по которым мы узнаем, что это российская действительность, ну, говорят на русском языке, показывают русские передачи по телевизору, и так далее, и так далее, и так далее, мы это все убираем, и вот все, что остается, мы можем очень смело переложить. Кстати говоря, вот насчет того, что там, брак лезвягинцев русскому народу, там, и так далее, я почитал, значит, Каннскую прессу, ну, фильм был на Каннском фестивале, и американцы, и европейцы, да, ну, подчеркиваю, что фильм о России, там почти обязательно каждый пишет, вот, но это точно в такой же степени фильм о нас, точно, у нас, у нас там все по-другому, по-другому устроен мир, вот, но это абсолютно про нас, я думаю, что для картины, которая, ну, было бы наивно себе представлять, что, вообще-то, это у нас высокомерие такое, что во всем мире картину купили, чтобы вот сюда посмотреть, как там русские, придет зритель и вводят. И смотрят в фильме «Любовь», как документальное кино о России. Мы не так важны для Эфиопии, как нам кажется, не так, я так думаю, понимаете, я думаю, что все эти люди, они будут смотреть эту картину про себя, а без этого нету, ничего, они будут смотреть про себя, поэтому она в этом смысле, конечно, ну, широко раскинулась, это не какая-то локальная картина, про локальное пространство, про локальные проблемы, хотя все там узнаваемо, да, это наша жизнь. Она очень архетипична. Да, да. То есть важнейшие архетипы, это же не только женственность, просто у нас сейчас, к сожалению, уже потихонечку передача подходит к концу, мы всего, безусловно, сказать не сможем, но такие архетипы, как дом, который тоже там показан, как отсутствие дома, и мы как-то с вами когда вот говорили в «Чайном клубе», я высказывал свое мнение, что на самом деле вот это вот название «не любовь», оно действительно звучит как некое нерешенное, а вернее, лучше сказать, доказанное не тождество, а не равно «б». Вот, то есть дом не равен любви, семья сейчас, к сожалению, современной, не российской, а общемировой действительности, не равна любви, родительство не равно любви, и даже вот это вот социальное служение, которое связано с поиском кого-то, чего-то, вот в этом, я говорю про поисковую группу фильма, там тоже есть какое-то стремление найти, да, но есть ощущение, что целью является само стремление найти, а не, собственно, тот человек, который потерялся, и семья, которая страдает, и вот каким-то образом решить их проблем, то есть каждый занимается на своем месте некой симуляцией, то есть это какая-то тотальная симуляция жизни, ну, как раз, когда жизнь становится симуляцией, в первую очередь, это свидетельство того, что жизни нет. Причем, самое-то удивительное, не потому, что кто-то хочет симулировать, а потому, что такое ощущение, что кто-то завел какой-то вот механизм, да, часовой, и здесь по-другому ты жить нельзя, так это пространство устроено, вот в чем, да, вот в чем самая главная тревога, вот, то есть это вот, в этот, за этот купол, да, не проникает свет, он никого не проникает, вот, поэтому здесь не потому, что люди встали с утра, я думаю, так, будем симулировать, вот, нет, нет, совсем не по этому, люди хотят как-то жить, и они, я думаю, большая часть, они стремятся там жить, ну, по возможности, прилично, честно там, да, но вдруг сама честность становится симуляцией, да, и совестливость симуляции, и так далее, мы никак не можем понять вот этот механизм, как так получилось, почему на этом заводе, вот, ну, завод жизни, да, на этой фабрике производится только симуляция, вот в чем проблема-то, а раз так, я бы, ты продумал, просто, мой любимый поэт, один из любимых, Навалис, немецкий романтик, фраза, куда же идем мы, все туда же, домой, куда бы человек ни шел, он идет домой, нет другого пути, и в этом смысле, вот, да, что такое дом в нелюбви, да, вот этот дом, эти квартиры, которые там, меняются, разделяют, и так далее, благоустраиваются, делаются евроремонты, и так далее, и вот как так получилось, что в этом невероятном, все строятся, ну, даже вот, там, сейчас вот выйдем, там, я не знаю, полгорода строится где-нибудь, что-нибудь строят, как производится бездомность, при таком количестве домов, вот вопрос, ответы, да, мы не дадим, но как мы производим бездомность, при том, что мы все время строим дома, с этим вопросом, я предлагаю и отправить наших телезрителей поразмышлять, подумать, спасибо вам большое, за то, что уделили нам время, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, посмотрите обязательно этот фильм, ну, и про список на лето, о котором я говорил в начале, я думаю, что вы поняли, что в ходе передач, мы называли, передачи, называли те имена, которые необходимы для вашего внимания, необходимы к вашему прочтению, это практически вся русско-религиозная философия Серебряного века, храни всех вас Господь, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok